Верховный суд сегодня отклонил жалобу директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на отказ Центра избиркома допустить его к выборам. Политик, напомню, собирался войти в федеральный список КПРФ. Предыдущую апелляцию Компартии суд отклонил еще на прошлой неделе. Представители ЦИК после сегодняшнего заседания заявили, что они Грудинину не оппоненты. Мол, для избиркома все кандидаты равны, а все стадии подготовки к выборам якобы прозрачно. Сам же Грудинин назвал процесс и его итог исключительно политизированными. Ни одного первого экземпляра не было представлено, ни одной копии, которая была бы заверена установленным законом порядки. И поэтому я считаю, что это абсолютно политически мотивированное решение. Ну-ка, у нас тут человек 30 стоит, все достигли избирательного возраста. Поднимите руку, кто считает, что в России суд справедливый. Вот видите? И поэтому все понятно, что это обычная политическая расправа. Но кому-то подкидывают наркотики, кому-то подкидывают экстремизм. А кому-то подкинули какой-то несуществующий офшор. Грудинин добавил, что ни о какой законности на сегодняшнем заседании в Верховном суде речи, по его мнению, не шло. Политик также уверен, что решение отменят, но произойдет это уже после выборов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия уже подготовила документы для продолжения разбирательства уже в Европейском суде по правам человека. Ну а тем временем глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что после того, как они отказали Грудинину, на комиссию вылилась цитата «масса помоев». Памфилова призвала директора совхоза имени Ленина сперва навести порядок в своих счетах. Как могут партия, которая выступает в интересах трудящихся, защищать интересы человека, который много лет вывозил грязные офшоры, миллиарды, заработанных другими людьми трудовых рублей. Грудинина исключили из федерального списка КПРФ после того, как в Центр избирком обратилась бывшая жена политика. По ее словам, у Грудинина есть доля в зарубежной офшорной компании, которую он не указал в декларации при подаче документов. Сам директор совхоза утверждает, что перестал владеть иностранным активом еще три года назад. Эксперт Московского центра Карнеги, руководитель направления внутренней политики Андрей Колесников к нам присоединяется. Андрей Владимирович, я вас приветствую. Спасибо, что нашли время на наши вопросы ответить. Сегодня обсудим сразу несколько тем. По поводу Грудинина. Он действительно настолько популярен, что Кремль решил вот таким образом отстранить его от выборов? Или действительно мы можем допустить, что имело место какой-то формальной причиной владения недопустимыми вот этими активами, недопустимыми, по мнению Центра избиркома? Грудинин очень интересный феномен российской политики. С одной стороны, он действительно сравнительно успешно выступил на выборах 2018 года, после чего, собственно, этот успех был оценен как повод для того, чтобы исключить его из политического процесса в принципе. И занимает он нишу, которую, скорее, должен был бы занимать Алексея Навального. Это ниша популистского политика. Просто Навальный – это как бы популистский политик справа фланга. Грудинин – это популистский политик с левого фланга. Они оба представляют некую альтернативу, некое новое лицо. Ну, сравнительно уже новое, потому что прошли годы, что называется, с тех пор, как эти люди появились в политическом поле. И, вероятно, есть опасения, что Грудинин может стать гораздо более популярным политиком, например, чем тот же самый Зюганов, его однопартиец. Что вот эта популистская ниша, пустующая сейчас, она позволит ему вертикально взлететь в качестве той фигуры, за которой можно голосовать. Поэтому для Кребля очень важно вывести его из легального, как бы, электорального поля, чтобы этот человек не участвовал в избирательных процессах. Потому что в избирательном процессе сейчас альтернатива не нужна, ее не может быть просто. Потому что выборы – это не про выборы, а про голосование за начальство. А Грудинин – это как бы альтернатива. Поэтому, собственно, столько к нему внимания, столько опасений по его поводу, столько попыток посмотреть, как развивается его рейтинг и так далее, и тому подобное. Ну, а на самом деле, вот такие вот драмы вокруг гонимого политика, несостоявшегося кандидата. Все это внимание, вот эти вот заявления Зюганова, Памфилова высказалось, мы сейчас слышали довольно резко. Они не делают Грудинина еще более популярным, потому что гонимый политик, опальный директор совхоза. Мне кажется, глубинный народ такое скорее любит. Я ошибаюсь? Конечно, делает. Конечно, он становится фигурой, чья харизма переносится, в том числе, в будущее. Потому что сейчас ему места в политике нет, сейчас представление среднего избирателя, который ищет альтернативу, представление такого рода политика, может быть, только одним, и их не допускают, значит, они настоящие. Значит, вот это вот та самая альтернатива, за которую стоит голосовать. И есть вот эта новая опция для избирателей. Ну, кстати говоря, среди коммунистов есть популярные деятели вроде Платошкина или Бондаренко. Это тоже как бы преследуемые политические единицы. Грудинин, это удивительно, опять же, социология показывает, что после 18-го года этот человек исключен из такого легального политического процесса. Но избиратели его помнят. У него не исчезал рейтинг за это время никогда. Его всегда вспоминали, когда нужно было выбрать некую политику, которая заслуживает доверия. Вот что любопытно. Что-то в нем есть такое неуловимое, неизмеримое, рационально, что очень привлекает избирателей. А вообще, до какой степени, по-вашему, КПРФ, в принципе, подконтрольна администрация Кремля? Мы не первый год видим на политической сцене того же господина Рашкина, который давал так осторожно, как мне показалось понять, что симпатизирует Алексею Навальному. Может быть, слышали, я уверен, Кировское отделение КПРФ просило снять с выборов Марию Бутину от «Единой России». При этом в Центральном комитете в Москве говорят, что нет, нет, мы ни с кем судиться не будем. Какая-то неоднородность действительно есть в рядах. Есть вероятность, что все это окончательно потеряет управляемость администрации президента и какой-то раскол внутри партии может произойти? Я думаю, что раскол невозможен, потому что та часть, которая действительно оппозиционна, а КПРФ сидит на двух стульях, там есть люди реально оппозиционно настроенные, и есть те, кто хорошо понимают, что любая реально оппозиционная деятельность просто приведет к кончине коммунистической партии или к тому образованию политическому, которое мы по привычке называем партией. Хотя, конечно, в существенной степени она контролируется администрацией. И почему, собственно, нет замены Зюганову? Потому что он очень умело лавирует между струй, он сохраняет партию в легальном поле и очень внимательно следит за тем, чтобы не пересекались красные линии. Красные не в смысле цвета социалистической революции, а в смысле вот той линии, за которой существует уже нелегальная деятельность. Это большое искусство, этим мастерством он владеет в полной мере, он явно заслуживает доверия, так сказать, и Путина, и администрации. Это очень тяжелая вещь, вот сидеть на двух стульях, но пока получается. Ну да, ему удается. Эксперт Московского центра Карнеги, руководитель направления внутренней политики Андрей Колесников с нами остается на прямой связи, впереди еще несколько внутриполитических тем.